Компания «Суэк Кузбасс» уделяет большое внимание православному христианскому просвещению и, в частности, храмостроительству. На территории пяти угледобывающих предприятий компании выстроены часовни, православные храмы. Почему «Суэк» решила работать с духовно-нравственным состоянием шахтеров именно таким образом? Я бы, наверное, не совсем сказал, что мы занимаемся просветительской деятельностью, но храмы мы на самом деле строим. Действительно, мы построили четыре часовни на территориях разных шахт. И построили церковь в центральной части города Рецкого, недалеко от нашего офиса. Когда мы начинали строить еще, наверное, в 2010 году, даже не стоял вопрос строить, не строить. Безусловно, строить. И когда мы уже были готовы к этому, мы обратились к нашим работникам, к рабочим служащим с просьбой помочь в этом строительстве. Откликнулись абсолютно все, многие. Мы тогда строили две часовни на Кирово, на территории шахты «Комсомолец». И на самом деле люди откликнулись, откликнулись с готовностью, кто сколько мог. Многие помогли в этом строительстве. И эту практику потом мы распространили, вернее, применяли все время на других объектах, как вы говорите, христианского просветительского назначения. Почему мы это делаем? Ну, наверное, потому что это какая-то потребность наша такая. Потребность изов. Сердце, наверное, сильно будет сказано. Но это действительно потребность. Потребность не что-то создать, как дань, как оплата чего-то, а вот именно от того, что это нас вдохновляет. Вдохновляет те ценности, которые пропагандирует церковь, которыми она живет, которые она поддерживает. Мы эти ценности глубоко разделяем. Поэтому мы и занимаемся этим. Мы строим церкви, мы призываем людей, наших работников, да и наших работников. Людей мы призываем жить этими ценностями. Меняется атмосфера в коллективе после того, как на предприятии появляется часовня. Какие-то изменения вообще происходят? Может быть, в микроклимате, может быть, даже по производственным показателям? В микроклимате наверняка это сказывается. Я не буду привязывать к производственным показателям, но вот то, что это люди исплачивают, это безусловно так. Появляется какая-то камерность в общении, какая-то душевность во взаимоотношениях людей. Это безусловно так. Это действительно людей сближает. Сближает и причастность к общему, такому вот необычному, может быть, для шахтеров, а может быть обычному, для шахтеров делу. А может быть возможность приобщиться к этому непосредственно не в своем рабочем процессе, а в совместной шахтерской жизни, в которой включаются еще элементы посещения храма, посещения церкви. И когда мы строили эти объекты, мы строили для того, чтобы наши работники могли, имели возможность до смены, после смены, по зову души зайти в церковь, поставить, может, свечку, просто посидеть, подумать, поразмышлять о чем-то. То есть участие компании в строительстве храмов является своего рода одним из элементов создания современной субкультуры шахтеров, то есть современного такого идеологического мира шахтеров. Ну, наверное, так. Вы так красиво за меня сформулировали мой ответ, что мне даже добавить нечего. На самом деле, на мой взгляд, имидж шахтера очень сильно упрощен в основном. На самом деле, шахтеры, особенно теперь, особенно сегодня, это люди достаточно интеллектуально развитые, это люди с большим кругом интересов, с разнообразным кругом интересов. И им, в том числе, не чуждо то, о чем мы говорим. И действительно, когда мы проводим, ну, может быть, молебны, может быть, какие-то другие вещи, в которых участвуют наши честные и храмы, люди прямо с готовностью откликаются и во всем этом участке. Ну, это все же некое свидетельство того, что у шахтера есть внутренний запрос на такую духовную реальность, на духовную составляющую. И на самом деле, мы знаем многих шахтеров, которые являются активными членами православных общин. Как Вы считаете, сопряжено ли формирование этого духовного запроса с тем, что ежедневно шахтер рискует своей жизнью? Ну, то, что шахтерский труд непрост и где-то и опасен, это наверняка шахтеров делает, наверное, большими ценителями жизни. Большими ценителями жизни и жизни во всех ее проявлениях. И, наверное, и от того, что я бы не стал даже говорить про опасный труд, а тяжелый труд такой, напряженный труд, он, наверное, требует и какой-то компенсации, отдачи, восстановления, восстановления в том числе и в моральном, эмоциональном плане. Ну и, наверное, вот эта вот потребность в этом восстановлении, в этой компенсации, она в том числе может происходить и в храме. И при том, не обязательно даже заходить в храм, то, что он здесь рядом, здесь на территории наших предприятий. Я уверен, это людей вдохновляет. Вдохновляет их на дальнейшее развитие, на, не буду говорить там про продуровые подвиги, но вот на человеческие взаимоотношения, на то, чтобы хотеть жить. Это точно, это очень важно. Еще такой вопрос. Хотелось бы, ну, какое-то ваше оценочное осуждение получить. Несмотря на то, что сегодня угледобывающая промышленность все-таки как-то отходит от шахтового способа добычи угля к открытым горным работам, несмотря на это у тех угольщиков, которые работают на разрезах, тоже есть запрос на христианскую веру, на молитву святой великомученицы Варваре. Как вы считаете, это дань традиции? Или же этот запрос, он настолько за два десятилетия вошел в менталитет угольщиков, что они становятся, вот скажем, едиными в своем духовном устремлении? Ну, по поводу запроса духовности, мне кажется, вообще общество сильно меняется. Меняется как в худшую сторону, так и в лучшую. И, наверное, усталость от какой-то нестабильности перестроящих времен, она вот сейчас компенсируется желанием и стремлением многих приобщиться, может развить свою веру, может иметь возможность каким-то образом к этому прислониться. И здесь, на мой взгляд, в зависимости от того, шахтер, не шахтер, угольщик, не угольщик, мало. Но то, что у угольщиков этот запрос есть, это абсолютно очевидно, это абсолютно точно. И по поводу открытого способа, подземного способа добычи, и то, и другое, это добыча угля, это такой нужный, важный и там, и там непростой труд. И единственное, в чем, может быть, открытщики где-то не то, чтобы к нам примазали, а вот пытаются к нам присоседиться, что ли, это то, что они называют себя шахтерами, но они на самом деле не шахтеры, они горняки. Это единственное терминологическое такое, даже не противоречие, а терминологическая разница. А так, такие же шахтеры, такие же угольщики, как и мы, и я абсолютно уверен, что и у них такая же потребность духовности, как и у нас, как у подземщиков, как у угольщиков подземного способа добычи. А с другой стороны, или вернее, не с другой стороны, а в дополнение вашего вопроса, нет, подземный способ добычи, он как бы не отходит на второй план, он как был, так и остается, просто есть запасы, которые пригодны для открытой разработки, а есть те, которые только подземным способом. Дешевле иногда, проще добыть там, где близко к поверхности, а шахты это более такое сложное, и такая совокупность инженерных решений, сооружений, только из-за этого, а так, а люди везде людям. И людям везде свойственно искать поддержки, может быть, у Бога, может, друг у друга, может, у родственников, но поддержка и опора людям нужна везде. Что именно для вас, что конкретно для вас представляет и дает православная вера? Для меня. Ну, тут как бы вопрос, наверное, будет для вас неожиданный, потому что я не верю. Я лично, прям лично принимал участие в строительстве двух церквей, вот этой церкви и часовни на шахте Елевского, притом абсолютно сознательно, с готовностью это делал. Я очень с большущим, с огромным уважением отношусь к людям веры, людям, которые верят. Я сам не ощущаю этой веры. Не знаю, может быть, даже это моя беда, может быть, мне этого не хватает, но я пока ее не нашел. Вот. Для меня вера, для меня вера это то, чем живут многие. То, чем живут многие, что дорого и ценно, и составляет огромную часть жизни многих. И уже поэтому для меня вера вызывает огромное уважение. Я не собираюсь ни спорить, ни остаивать, что есть Бог, нет Бога. Это как бы не мой вопрос. Я просто не ощутил пока этого. Это да. И свою потребность вот этой опоре, может быть, я в том тоже нахожу, что я вот в том числе и занимаюсь строительством этих храмов, этих сооружений. Потому что мне это дорого. Для меня это официально.